Добрый вечер! В эфире проект «Один за всех». Меня зовут Дмитрий Карпачёв. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Это 33-летняя Инна Кузьменко. Всю жизнь она скитается по интернатам. Из детского дома для инвалидов в дом для престарелых. Маша, иди вперед. Вперед, Машуца, вот сюда. Проходи сюда. Такую жизнь ей устроила ее собственная мать, которая сдала Инну в интернат и больше не вспоминала. Но, несмотря на это, Инна всегда мечтала найти ее. Семью заменить, я считаю, невозможно. Родная, это есть родная семья. И тот, кто имеет семью, те самые счастливые люди. Проект «Один за всех» решил помочь Инне разыскать маму и других родственников. Но то, что нам открылось, стало настоящим шоком. Ведь результаты расследования перевернули жизнь ни одной семьи. Сегодня вы станете свидетелями разгадки самой таинственной и запутанной истории поиска родных. И узнаете, что на самом деле произошло 33 года назад. Что она всегда разлучила Инну и ее родных. И состоится ли главная встреча в жизни девушки, которую она так долго ждала. Разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. Телеведущая и мама Оксана Гуцайт. Певец Сергей Гладырь. Актриса театра и кино Нина Касторф. Тележурналист Константин Грубич. Психолог Виктория Любаревич-Торхова. И начальник службы по делам детей города Киева Николай Кулеба. Инна Кузьменко, которая вот уже 30 лет надеется найти свою маму, сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Инна, ты не первая в этой студии, кто ищет своих близких. И ты не первая, кому я задаю один и тот же вопрос. Зачем тебе это? Ну, хочется просто свидание увидеть рядом. Это твое. Оно всегда необходимо. Нужно. Как ты думаешь, почему тебя оставили? Это только она знает, как было на самом деле. Я не могу за нее сейчас отвечать. Я знаю, что у тебя болезнь, да? Да. Детский церковь. Как ты думаешь, это могло быть причиной для того, чтобы мама от тебя отказалась? Просто есть моменты в жизни, которые человек не хотел делать. Ну, так суждено. И так надо пройти, чтобы потом опять встретиться. Слушая тебя, я делаю вывод, что ты маму простила. У тебя нет на нее зла. Нет. Это, как можно сказать, как одна из крайностей. Можно или впасть в агрессию и не принимать никаких аргументов, а можно наоборот относиться все прощающие, только бы увидеть, только бы узнать. Ну, и потом, я думаю, что стоит спросить у самой Инны, кто ее воспитывал, кто помог ей прийти к вот такому пониманию, что все живут своими проблемами, своими ошибками. Ну, сначала воспитатели в детском доме, потом в доме престарелых, а потом в санаторий, где мы учились и лечились. А скажи, Инна, как ты оказалась в доме престарелых? Сколько тебе лет? Это не дом. Ну, как бы этот дом, это я потом приехала. Этот приют тоже, ну, как бы там работают очень хорошие сотрудники. Ну, нас там, конечно, немного. Семь бабушек и я восьмая. Это сейчас я там на данный момент уже восемь лет проживаю. Чем ты там занимаешься? Ну, я там стараюсь просто, ну, как бы быть полезной. Сейчас у нас будет обед, поэтому я иду помогать на кухне. Вот так сейчас я буду раскладывать. Ложечки. Ну, и вот так три раза в день. Утром, в обед и вечером. Когда ты впервые стала задумываться о том, где твои родители? Почему ты в интернате? В 96-м я первый раз увидела свою Людочку и Таню. А кто такая Людочка? Моя сестра. У тебя есть сестра? И вы вместе были в интернате? Нет. Это потом она меня нашла, когда мне уже было 14 лет. Это было осенью. Как раз каникулы начинались. Ну, ко мне подошла директор. И я говорю, Диночка, ну, это к тебе, вот твоя сестричка. Мы туда расплакались. Ну, и потом она меня забрала на неделю домой, на каникулы. А потом привезла, ну, потому что мне надо было заканчивать еще 9 класс. То есть в 14 лет ты встретила свою сестру Людмилу? Да. Насколько Людмила старше тебя? Или младше? Ну, кажется, на 9. На 9 лет старше? Да. Она тебе рассказывала что-то о вашей семье? Ну, немножко. То, что меня еще Таня ждет там дома. Таня это кто? Ну, моя тоже сестра. Она на 2 года только старше. Мало, потому что я ее и сама не спрашивала. Я просто была рада, что она у меня есть. Мне, если честно, уже было все равно, что там, как там. Главное, что она у меня есть. А имя мамы не называла сестра? Называла Галя. В тот момент я не спрашивала ничего, потому что я думала, ну, что мы уже не потеряемся никогда. А что же произошло? Перед этим одна женщина, она ко мне приезжала там в детстве сначала, а потом, ну, исчезла из моей жизни и больше не приезжала. А в 97-м уже появилась, тоже опять взяла на 3 недели. Когда Людочка позвонила, ей сказали, что меня нету, потому что меня мама забрала. Скажи, что это за странная женщина, которая тебя брала, потом возвращала, потом снова брала? Не знаю. Она тебя просто забирала, и ты у нее жила? Ну, 3 недели всего лишь. И все? Да. Ну, она просто как бы представлялась моей мамой, что она моя мама. Не, Ин, ну, а кому она представлялась? Ну, вообще, она в детстве же приезжала, вот ее и принимали за мою маму. Должны же быть какие-то документы в любом случае, в которых указывается там, ну, по крайней мере, кто мать или не кто мать, из какого роддома ребенок передан. Быть может, этой женщине тебя отдавали, потому что она и была твоей матерью? Ну, вот потому что она назвалась. Не-не-не, Инночка, ну, вот ты же с самого рождения не была в Цюрюпинском интернате, да? Где ты была? Ну, я не знаю, я ж была маленькой. Ты не помнишь, да? Да, я себя помню с пяти лет. Цюрюпинский интернат, это интернат для детей-сирот. Туда не попадают просто так. И просто так не может любая семья прийти и взять любого ребенка. То есть, либо у нее должны были быть основания, да? То есть, она твоя родственница, может, она тетя там твоя. Либо она твой опекун официальный взяла тебя под опеку. Ну, вот. Я просто хотел спросить, ты не знаешь об этом просто, да? Просто она тебе называлась твоей мамой, да? Да. Но, как бы, сомневалась, что она моя мама. И персоналу она говорила, что она твоя мама? Да. Ее звали? Вера. Вера. Но ты точно знаешь, что Вера не была тебе мамой? Ну, я уверена в этом. Почему ты в этом уверена? Ну, хотя бы за ее отношения. Я считаю, что так не относятся. Даже звери так не относятся. А как она относилась? Что было такого страшного? Ну, агрессивная она была. Как-то она так отчужденная. Даже когда она приезжала, она всегда почему... Вот мне почему-то вот было интересно, что она всегда убегала. Она никогда не оставалась. Она приедет, быстро отдаст там, что привезла, и текает. И когда воспитатель или нянечка выходит, говорит, ты надеешь, твоя мама. Она только что была. А я говорю, а нету ее уж. Хорошо. А вот Люда, твоя сестра, она как к тебе относилась? Она хорошо. И как тебе было у нее? Что вы делали? Чем занимались? Хорошо у меня у нее было. Ну, чем вы занимались? Общались, присталку я играла. Ну, тогда была еще знаменитая. Вот. Ну, как-то с нее было спокойно. С сестрой ты утратила связь именно тогда, когда тебя эта женщина забрала. Конечно. И сестре сказали, что тебя забрала мама. Да. С тех пор сестра к тебе в интернат не приходила. Инна, мы нашли Таню. Таню, которую ты помнишь и считаешь своей сестрой. Она тоже тебя помнит. И сегодня с радостью приехала к нам в студию для того, чтобы встретиться с тобой. Татьяна Якимец, встречайте. Спасибо. Татьяна, как давно вы не виделись? Ой, в 96-м. В 96-м году я ее бачила. Почти 20 лет. Да, 20 лет я ее не бачила. А искали? Искали. У нас вообще история такая. Не из легких. Ну, сестра старшая ее нашла. Десь сестра была. Тоди на то время сестри старше было. Люди 23 года. Мне было... 16. Мне где-то 15, около 16 примерно. Десь так было. Мы после того, сестра старшая звонила, там, где она находилась. Нам вихователи сказали, чи директор, я точно не помню, что сказали, что она уже там, ее уже нема. Мы потом обращались в Херсонский ЗАГС, там, где она у нас свидетельство получала. Нам эту информацию не давали. И так мы тоже ее по интернету шукали. Я думала, может, она фамилию поменяла. Ну, может, замуж вышла тоже. Таня, расскажите, пожалуйста, немножко, потому что мы так очень тяжело все смогли понять. Ну, у нас получилась такая история. Я была маленькая, мне где-то было 2,5 года. А сестри, я не знаю, на то время, сколько было. Но она была тогда, мама, я помню, по родственникам слова, что она была грудничок, она тогда заболела. И получилось так, что по глупостям мама сидела в тюрьме. Ину забрали сразу в больницу, потому что Инна была заболела. И после того времени мы росли отдельно. Я тоже росла, а без мамы росла. Жила я в маминых родственниках. Так получилось. Потом меня сестра тоже вот так вот шукала, не шла. Мене сестра старшая. Она же тоже сама росла в интернате. Людмила, ваша старшая сестра, росла в интернате. Да, тоже в интернате росла. То есть, по большому счету, это она вас нашла и потом нашла Инна. Да, у меня старшая сестра Люда не шла. Меня до себя забрала в Киев. И мама потом вышла. И за какое-то время, потому что надо было где-то на то время жить. Потому что не было где нам жить. И вышла замуж. Родила тоже двое деток. И там тоже у нее семья не склалась. И мы и на улице. Ну, очень плохо было там. Но вот эта Вера, женщина Вера, о которой рассказывает Инна, она не имеет отношения вообще к вашей семье? Я вот это, честно говоря, вот это, что я слышала про эту историю. Я не знаю, что это за тетя Вера и откуда она вообще взялась. За тетя Вера. Инна, ты помнишь Таню? Конечно. Это именно та Таня, которая была тогда с тобой? Да. И Людой? Это я лицо, это родное не забыла. Я его все время помню. Вы меня спрашивали, почему я хочу их найти, чтобы никогда не забыть. Я просто моя лошадь, то лицо, которое я помнила, я их забыла. Татьяна, а где сейчас ваша мама? Мама есть. Есть мама. Мама сейчас с нами живет. Правда, я не в маме живу. Мама в Херсонской области, город Береслав живет. Вот мама тоже ее шукает и любит. И никогда не забывала про нее. А где живет Людмила, сестра, которая вас объединила? Людмила сейчас живет на Украине. В Турции. Танечка, насколько я понимаю, ваша мама, я нараховав, что у нее п'ятеро детей, так? Да, п'ятеро. И никого вона толком так и не виховала через різноманітні життєві обстави? Да, вона нас толком не виховала, а потом все времені ми уже... И хлопцы, которые от черного шлюба, вы тоже с ними общаетесь? Да, только вот начали спілкуватися. Они сами не хотели нас не знать и с нами не хотели общаться, так как они говорят, мы росли отдельно от вас, вы нам чужие. И тоже по интернатам они выросли. Да, мы тоже учились в интернатах, вы учились, потом государство поступило. И вы стверджуете, что не смотря на всю эту павутину, вы один одного любите сегодня? Конечно, мы все-таки не чужие люди. И маму свою любите? Люблю, но все равно надо когда-то прощать. У нее жизнь такая, что наказала, и она тоже перед нами, она виновата, что у нас такая жизнь случилась. Но она очень жалеет, и ни какая мама не была, но все равно она моя мама. У меня мама сидела в тюрьме, и мы маму не бросили ни в беденню. Возили и передачки, и ездили до ней на свидание. Вы замечательны, вы замечательны. Просто вот еще жалко, что Инна была лишена столько лет вашего тепла. Это очень жаль, потому что вы родственной души, видно. Ну ничего, зато будем зарегистрироваться. Тань, а как сложилась твоя жизнь? Жизнь моя сейчас? Да. Спасибо моей старшей сестре. Она меня подняла на ноги, образование получила. У меня двое дети, это хорошо. Ну, у меня средняя, я после школы никуда не поступила. Я очень рано вышла замуж, в 20 лет вышла замуж. У меня двое детей замечательных, муж очень хороший. Отлично. То есть у тебя все замечательно в жизни? Только благодаря тому, что вы искали свою сестру, нашли ее в интернате, состоялась эта встреча. Субтитры сделал DimaTorzok